СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. 16+. 12.06 в Кирове. Это дневной разворот. Стартует второй час. Владимир Сметанин. Юлия Афанасьевна, добрый день. 12.06 в нашем городе. Как мы и обещали вам час назад, второй час мы посвятим обсуждению темы благоустройства нашего города. Вспомним те проекты, которые реализовывались и реализуются в областном центре в этом году. Тут конкретный повод есть для того, чтобы поговорить об этом и много что вспомнить. Новая глава нашего города Елена Ковалева на днях заявила о том, что нужно ужесточать правила внешнего благоустройства. Приведена статистика, на какую сумму наложены штрафы на строительные организации. Но почему-то тут в первую очередь строительные организации упоминаются. Хотя, на мой личный взгляд, не только они существенно портят облик нашего города. Но мы сейчас все обсудим с нашими специалистами. У нас в студии Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров». Анатолий, добрый день. Добрый день. Константин Кропанев, координатор группы по сохранению рек Хлыновки и Люльчинки. Добрый день. Добрый день. И Светлана Занько, наш главный редактор и член общественной палаты региональной. Здравствуйте. Добрый день. Сейчас озвучу дать слова, словосочетания, которые звучали в наших эфирах на протяжении всего этого года. Наверное, да? Проект «30 скверов». Да. Да. Все правильно. Проект «Больше, чем парк». Парк у Дворца пионеров. Но и Хлыновка и Люльченко, наши малые реки, протекающие на территории областного центра, как-то вот именно в этом году, именно этим летом, зазвучала эта тема очень активно. Да, все верно, Константин? Да. Раньше как-то об этом не молчалось. Да, есть определенные подвижки. Есть определенные подвижки. Давайте обсудим вот это заявление. Да, ну давайте. Главы города Катерина Ковалевой. Совершенно логично, почему она говорила в этом заявлении о строительных компаниях, потому что оно последовало после рейда по стройплощадкам, которые совместно с общественниками, насколько я понимаю, был проведен. Только нас там не было, да? Но мало ли общественников, кроме нас в этом городе. Но хорошо очень, что это сделали. Я на самом деле считаю, что вот в части как раз загрязнений, которые доставляют в город большие грузы со строительных площадок, у нас стало получше. Если сравнивать ситуацию с хотя бы ситуацией трех или даже пятилетней давности, то значительно чище стало. Все-таки городская администрация много сил на это положила. Я считаю, что здесь подвижки есть. И если Елена Ковалева заявляет, что мы еще будем ужесточать, но это только говорит о том, что она видит некую стратегию, и у нее есть какой-то план для того, чтобы и в этой части, и в других системно работать по благоустройству, это правильно. Мы, собственно говоря, все эти годы, собираясь в этой студии и в рамках программы «Урбан», и в других дневных разворотах, и в особых мнениях, и в тематических программах, постоянно об этом говорим, что необходим системный подход, необходимы прописанные правила. И если законодательство где-то хромает, то в наших товарищей силах и на уровне города, и на уровне области менять это законодательство и выходить со своими инициативами на федеральный уровень. Что, собственно говоря, я надеюсь, и будет происходить. — Ну, тут логично вспомнить о том, что красивый Киров тоже делал в этом направлении. Анатолий, подключайтесь к нам. Ну, этот еще до проекта «Больше, чем парк», и мобильное приложение было создано, и сайт был создан для того, чтобы обращение отправлять в городскую администрацию. В настоящее время этот ресурс работает? — Все стабильно, все работает. В принципе, статистика там не меняется. Последние пару лет, то есть примерно около 800-1000 обращений в год. В такой вот межсезонье побольше, зимой еще больше, весной, летом немножко на спад идет, потому что все-таки весной перед днем города, перед 9 мая прибираются. — А с чем в основном обращаются? — Ну, как обычно, тротуары, незакрытые люки, какие-то, может, знаки на дорогах неправильно, или сломаны, или установлены деревья, которые, ну, там, падают, да. — Свалки, мусор. — Ну, свалки, мусор, да, само собой, но тут, я так понимаю, что ОНФ перехватило повестку, и очень удачно. То есть они не только там, как бы, находят свалки, они их тут же убирают, и даже что-то там высаживают. В этом плане они молодцы. — А вы, кстати, с ОНФ не предлагали им разделить славу-то между собой? — Не говорили, что это мы вроде начали это движение. — Не-не-не, ну что-то, это вообще, по-моему, глупые какие-то разговоры. Я даже не знаю, как надо ответить. — Ну, наверное, главное, результат, да, чтобы был результат. Какая разница, кто это сделает и чьими руками, да, это будет сделано. — Что касается стихийных свалок, Елена Васильевна Ковалева, она ведь тоже вот еще до заявления по стройплощадкам, она по свалкам тоже свое предложение внесла. Я сейчас дословно не смогу процитировать, но я вот как раз по приезде из отпуска видела, что она активно тогда включилась в городскую жизнь. И по свалкам стихийным, которые организуют сами жители, не желающие заключать договоры нового с мусором, потому что одна из причин. Ведь это наш выбор. — На самом деле проблема со свалками решена практически в всех соседних регионах и довольно просто. Но у нас почему-то как бы подминистрация просто не проявляет жесткость в этом вопросе. — Вот теперь она собирается проявить, насколько я понимаю. — Ну, я сейчас вам дословно не скажу, но как бы это все на поверхности. То есть это как бы открытая информация. Мы же какой-то летом слет, пока приезжали, вот как раз тот же ННФ проводил. Там прямо подробно в Казани, как это все решили вопрос, как в Чувашии решили вопрос. — То есть в Кирове проходила как раз большая конференция. — Там прямо подробно все рассказывали со всеми графиками, как это все делает, как это работает. — И по большому счету можно, что называется, скопировать с достоинством. — Конечно, нам просто... — И это вопрос волевого решения. — Да, да. — Ну, даже, наверное, не волевое решение главы администрации, а именно исполнительные места. То есть в тех управлениях люди, которые отвечают, они должны просто начать работать, а не отчеты писать. — А они скажут, денег нет у нас. — Там на это денег не надо. — Там другая история. Там как раз, ну, просто у нас не открыта эта новость. Мы тоже писали на сайте Хакирова, об этом и говорили в новостях, что законодательство, в котором есть, конечно же, дыры, и которое позволяет не заключать договор или заключать по собственному выбору, оно позволяет людям этого не делать. А наше свое мышление, товарищи, оно такое вязкое. Всегда бывает, когда речь заходит о деньгах, хочу-плачу, хочу-не плачу. То есть мы думаем, что, ну, даже если я не заплачу за этот вывоз, все равно как-нибудь уберут, потому что это работа администрации, но это не работает. То есть, в конце концов, нужно нести ответственность. И Ковалева как раз об этом говорила, что если законодательство здесь хромает, давайте поработаем над законодательством. Я думаю, что в ближайшее время какие-то решения на уровне Гордумы и ОЗС будут приняты. — А комплексный подход, не только ужесточение штрафов, что вы имели в виду, специалисты, уважаемые? — Ну, под примеры вот этого же Казани, они после рекультивации мусорных свалок, они высаживали там деревья, разбивали какие-то скверы, что-то еще. И, соответственно, народ уже не будет на молодые деревья высаживать. А если просто прибрали свалку и оставили вот эти куски бетона и глины, то, соответственно, люди продолжат туда выносить. То есть вот такие маленькие решения какие-то. Там их, на самом деле, по-моему, около 15 было, я сейчас просто все не вспомню. Но как бы они есть и выработаны, и прямо как бы показано, что лучше работать, что хуже. — Но это мы сейчас говорим про стихийные свалки, которые, ну, условно, сами жители себе устраивают. Когда не только нужно прибрать свалку, но и там что-то хорошее, красивое на этом месте сделать. — Ну, кстати, по правилам надежного благоустройства, мы, в смысле город, в этом году, в апреле, по-моему, очень сильно все это дело снизил. — Снизил. — Свою возможность вот на жителей влиять. Потому что они вообще просто ушли из дворов. То есть сейчас во дворах... — Но вроде вернулись обратно. — Нет, в апреле месяце, когда вот было распределение на городской думе, я ходил на публичное слушание и на само заседание. Там, ну, как бы приняли такие поправки, которые, в принципе, сейчас во дворе делать, что хотите. Мы так вот не суемся. Тогдашний глава благоустройства, да? — Вячеслав Семаков. — Вячеслав Семакович, да. Он материал тем, что прокуратура все равно ничего не дает делать. Как бы, ну, раз не дает делать, то, ну, и, собственно, чем мы будем время тратить? Вот они ушли из дворов, так что поэтому сейчас со свалками там будут решать, наверное, все-таки изменяя параллель благоустройства. — То есть это все отдано на откуп жителям самим? Они могут заключать договоры с управляющими компаниями, либо на уровне ТСЖ как-то самостоятельно решать? — И по большому счету сильно повлиять у главы, пока администрация на это нет. — Да, и мы снова возвращаемся к этому самому вопросу, что жители ждут от города, что это их обязанность, а город говорит нет. — А город ждет от жителей. — Товарищи, теперь уже вы владельцы, и, пожалуйста, вы делайте это сами. В итоге обучаться приходится тем и другим. И совершенно очевидно, что без взаимодействия четкого этот вопрос не решить. — И, видимо, по итогу проблема все-таки падает пока между стульев. — Совершенно верно. Очень верное сравнение. — Давайте Константину пригласим к нашей беседе. Берега наших малых рек тоже ведь проблемное место с точки зрения всяких завалов, свалок. Одна из ключевых проблем. — Безусловно, безусловно. Но эта проблема, опять же, появилась не сегодня. То есть эта проблема существует изначально. И можно даже сказать, что на каких-то участках она за последние 5-10 лет, возможно, немножко улучшилась к лучшему. — Благодаря кому? — Тут разные причины. Во-первых, время от времени проводятся субботники с привлечением молодежи, с привлечением какой-то общественности, которая на каких-то участках рек все же прибирается. И второе, на каких-то, опять же, участках рек появилось больше ответственности со стороны населения, которое вдоль этих берегов живет. То есть оно, во-первых, так получается, что уже как-то немножко почувствовало свою ответственность, что если я тут живу, то я как-то немножко буду за этой территорией смотреть и наблюдать. — А в черте города это у нас Люльченко? — Люльченко, Хрыновка, Мостовица. То есть, допустим, в этом году был реализован такой проект. Ребята реализовывали это в районе, в Чистых прудах по Мостовице. Там был построен как бы парк с привлечением помощи застройщиков как бы. И, соответственно, у них есть еще большие планы по благоустройству, в том числе Мостовица. Но там упираться во многие, так скажем, технические проблемы, потому что они хотят подойти к этому вопросу довольно комплексно. То есть там поднять уровень воды, сделать, чтобы все же это как бы выглядело не совсем ручьем, а какой-то хотя бы маленькой речушкой, как бы оборудовать какую-то прогулочную зону. Но, опять же, тут тоже такая проблема, что если это делать все официально, то есть они просто не знают, к кому это обращаться, и это упирается в огромнейшие средства. Если это делать неофициально, то есть там, условно говоря, какими-то своими силами, то тут можно получить многие проблемы. Там есть федеральная законодательство. Проблемы, да. Водоохранная. Да, то есть можно получить проблемы в том числе с прокуратурой. Вот мне очень хочется пройтись по всем проектам, которые Володя озвучил в начале эфира. Но, видимо, мы это сделаем после небольшого перерыва. Я напомню, мы обсуждаем общественные проекты по благоустройству Кирова. Сейчас уйдем на перерыв и буквально через минуту вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Говорим мы сегодня об итогах общественных проектов по благоустройству города Кирова. В гостях у нас Светлана Занько, наш главный редактор, Константин Кропанев, Анатолий Курбатов. Общественники, которые занимаются темой экологии и двигают общественные проекты. Давайте пойдем по порядку. 30 скверов. Светлана. Ну что я могу сказать? Как куратор тоже, собственно. Да, мы всю эту историю изнутри видели, но, тем не менее, расскажи, в какой стадии сейчас проект? Вы знаете, буквально три или четыре недели назад мы собирались на рабочую группу у действующего руководителя департамента благоустройства, господина Семакова. Который здесь, в этой студии, вы помните, мы его приглашали и как раз говорили о том, что не совсем в курсе оказался, что за проект такой 30 скверов. И мы поняли, что, в общем, несмотря на то, что он год уже практически в разработке и достаточно активный, сотрудники администрации не все понимают, что это за проект. Вот. И я хочу сказать, что мне не кажется, что он развивается должными темпами. Есть определенные достижения. Мы приводили примеры здесь, в этой студии. И вот четкой у меня информации окончательной нет, но вот вчера разговаривала как раз с департаментом по благоустройству. Они говорят, что начинают высаживать кое-где саженцы, которые, как здесь же было сказано, которые были найдены в заброшенном питомнике в дендропарке. И там общий язык нашли с областной администрации для того, чтобы можно было бы эти выросшие уже саженцы использовать для благоустройства города. Я не знаю, где высаживать. Мы, я думаю, что в ближайшее время сделаем отдельный по этому поводу эфир. Но я могу сказать, там по точке, которая всегда находится в поле моего зрения, это участок недалеко от дома, где я проживаю по молодой гвардии 32. Там был пустырь после снесенного дома, долгие годы существовал. Он расчищен от порослей, кое-где убран фундамент старого дома, который мешал бы посадкам любых абсолютно растений, кроме сорняков. Ну и все, и больше там ничего не происходит. Там такой большой разрытый глиняный участок. Проект, который был сделан еще весной при помощи арт-ландшафта, большой, хорошей такой студии, сложный проект с красивым озеленением и цветниками, который поддерживает компанию МИКО. Он не реализуется на данный момент времени. Мало того, я думаю, что с лета не встречались с партнерами этого проекта. И в кое-каких точках, я думаю, что тоже на этой стадии история. Хотя в очень многих местах происходят хорошие вещи. Уже засыпана земля, уже высажены саженцы с помощью заводов, партнеров, газпрома, газораспределения, Лепси, ИТ+, и так далее. Они своей работой занимаются. Вот у меня, конечно, большое желание здесь. Мы об этом тоже, помните, собирали эфир и об этом говорили. Я считаю, что необходим координационный какой-то совет при городе, где эти инициативы не просто декларировались бы, а разрабатывались бы совместно в серьезном рабочем режиме. Не перебрасывалось бы, такой пин-пункт не происходил бы, это ваш проект, это наш проект. А пришло бы, наконец, сознание, что друг без друга не обойтись, потому что не могут общественники и не могут жители при всем своем желании самостоятельно что-то реализовать. Потому что, еще раз, есть закон, есть правила благоустройства. Этим всем управляют, владеют городские власти. И они являются в этом смысле, в доведении проекта до реализации ведущими. Потому что именно они должны, в первую очередь, совместно с жителями, активистами и бизнесом, именно они должны направлять, контролировать и брать в свои руки такие проекты. Я давно это предлагала и до сих пор это предлагаю. И Елене Васильевне Ковалевой сейчас через эфир сообщаю, и, возможно, будет в ближайшее время встреча на уровне губернатора, которая планируется с общественниками. Если она состоится, это будет первая такая большая встреча, на моей вообще памяти, в областном правительстве, когда встретится глава города и глава области с общественниками. И эти инициативы, которые с подачи уже реализуются или еще возникают, будут подробным образом разобраны. Потому что кроме парка у Дворца Пионеров, кроме 30 скверов, кроме ленточных парков, которые нам мерещатся, я надеюсь, они как-то будут все-таки визуализированы и тоже реализованы вокруг рек малых городских. Надо не забывать, что ведь, помните, был большой проект серьезный, над которым мы с вами вместе тут, вместе с нашими слушателями, жителями работали два года по велосипедизации. И который абсолютно застрял сейчас. Год вообще не развивается никак. Остановилось все на последнем велопараде после того, как мы установили тысячу велопарковок. Вы помните, мы достигли ведь с вами своего результата. Ребята, посмотрите, что делается. Вы помните, как мы лично звонили каждый из нас и встречались с бизнесом, и говорили, поставьте около своего магазина, около своего офиса парковку. Но сейчас куда не зайдите... Сколько это стоит? Да бесплатно выставьте. Вот сейчас куда не зайдите, у любого барканического офиса есть велопарковка. Вот была на прошлой неделе организованная Центром метрологии экскурсия для журналистов. Мало того, что там красивый дизайн, и, кстати, спасибо Перескокову, что он инициировал цветники, потому что это переросло из обязаловки в увлечение многих руководителей, и там серьезные ландшафтные какие-то истории происходят. Стоит велопарковка. Посмотрите, практически у каждого продуктового магазина, и сетевого, и не сетевого, есть велопарковка. Практически у каждого кинотеатра, школы, поликлиники благодаря нам тоже есть велопарковки, и свои есть. И эти велосипеды, и коляски детские, они сейчас стоят на своих местах. И вот эта история, через которую мы пробивались, ой, да кому это нужно, да никто не ездит, да где... Это очень быстро все развелось после того, как были приняты решения, выделены деньги, построены эти парковки, сделаны велопарады, куда вышли первые лица. Все, в этом году это все полетело, ничего вообще не происходило. Вплоть до того, что Федерация велосипедного спорта, которая являлась активным участником всей этой истории, безусловно, потому что от кого же еще отталкиваться, да. Там критическая ситуация, поскольку в Федерации негде находиться, нет базы, на которой развиваться. И, к сожалению, нет никакой программы развития велосипедного спорта, я не имею в виду профессионального только, но и детского, в Кировской области. И здесь, конечно, Георгию Барминову, министру спорта, необходимо обратить на это внимание совершенно точно и заняться этим вопросом вплотную. Вот вернуться сейчас из Сочи. Замечательный фестиваль, куда там что, 130 человек из Киров? 180 стран, во-первых. Да, но из Кировской области уехало 130 человек. Такое ощущение, что полгорода уехало. Мы все есть знакомые, которые уехали по той или иной линии. В общем, я очень рада за то, что есть такой шикарный фестиваль в Сочи, и прекрасно, что туда вывезли, между прочим, не за свой счет людей. А за бюджетные деньги. Да. За деньги, как говорит Тетчер, налогоплательщик. За наши с тобой, Юлия. За наши с тобой, да. Я за них очень рада, но вернувшись, нужно предметно заняться такими вещами. И, в частности, если состоится встреча на уровне губернатора и мэра, о которой я говорю, я обязательно этот вопрос тоже там подниму по поводу велосипедного спорта и велоинфраструктуры нашего города и области. Посмотрим, что будет сказано. Намечается дата в ближайшее время, чуть ли не на следующей неделе. Светлана, вот все. Ох, Светлана Владимировна, прошлась по всему разом. А все о чем? Просто я про 30 скверов там еще хотел бы. Да, я поэтому, Володя, говорю, что про 30 скверов, вот я сейчас, отсутствуя здесь почти три недели, не могу сказать, что конкретно и точно происходит. Судя по... Но мы не ошибемся, если скажем, что на данный момент ни один из скверов до конца... Нет, не прав. Как это? Ты здрасте. Мы в этом же эфире говорили, что скверы оформлены. Ты вспомни сквер Менделеева замечательный. Ну, Кейкиных похвалил. Кейкиных похвалил. В Семсе несколько скверов сделано. Ты плюс сделали, Газпром газораспределение делает. На Авиакском районе тоже есть. Вот. Есть, безусловно. Просто сейчас я подумал, что вы слышали создавать такое ощущение, что вообще что-то все заглохло, ничего не сделано. Нет, 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 нет. Я сейчас про другое говорю. Про системную работу. Раз. И еще, вот не зря Анатолий Курбатов помогал и сам делал сайты, сделан прекрасный, я считаю, сайт больше, чем парк. И 30 скверов тоже помогал делать, и полюльчики надо. Вот эти все вещи, информационные порталы, они должны активно работать и быть интегрированы в электронную систему нашего города. Вот на областной администрации должно быть так же, как и в мэрии Москвы. Там есть программа «Твоя улица», где все четко расписано. И у нас тоже должно быть. 30 скверов должно быть на первой странице городской администрации. Так же, как и Люльченко, так же, как и больше, чем парк. И должны быть люди, которые этим занимаются, чтобы не повисали так вопросы. Не только через нашу студию шла вот эта информация, о чем происходит, собственно говоря. Вот да, эта история не только про инициативу общественников, когда есть люди, которым не все равно, и они ходят, всех пинают, извините меня за русский язык, со стороны правительства области, со стороны администрации города. Ты видишь заинтересованность и такую проактивную заинтересованность? Вот так и хочется Толю Бурбатовой передать слово. В принципе, можно больше ничего не говорить. Я бы развернул этот вопрос, знаешь, а каковы основные препятствия на пути к всему этому? Вот эти препятствия сами сотрудники администрации, сами тут называли в этой студии, когда мы говорили о дорожном строительстве, когда мы говорили о благоустройстве, мы говорим о компетенциях, раз, и о стиле управления, два, и о прогрессивных каких-то технологиях во взаимодействии с населением, к которому мы с вами тоже относимся, три. Поэтому я не знаю, как сейчас будет Володя приходить. Нет ничего хуже, чем безвремени. Вот эти все наши выборы, всякие разные смены руководителей, команд и прочее, дают повод, к сожалению, людям говорить, что мы не знаем, как будет дальше, вот я тут не знаю, сколько я на этом кресле просижу, и та-та-та-та-та-та. Вот сейчас определились с главой города? Мы определились, кстати, с главой администрации, что у нас там происходит? Нет, в конце октября. Мы определились еще, конец октября, мы ждем конца октября. Опять, да, вот такая история. Но, то есть, хотелось бы, чтобы вот уже было понятно, кто работает, с кем работает, у кого какие интересы. Я про прошлое, сейчас еще про прошлое говорить, бесполезно. Вот Елену Васильевну еще раз пригласим, все ей покажем, расскажем, до этого съездим, может быть, встретимся, то ли ты встречался с Ковалевой. Так, мужчины набрали воздуха, готовы прокомментировать. С Еленой Васильевной Ковалевой, с мэром города. Я вижу, регулярно по набережной гуляет. По набережной гуляет. Вот надо ее провести тоже по всем этим проектам, и тогда будет предметный разговор, мне кажется. Ну, тут, наверное, большая проблема в городе, просто нет стратегии. У нас большая проблема в городе, потому что нет стратегии. У нас нет понимания, для кого это все должно делаться, кто должен быть на первом месте, потому что, касаясь грязи со стройок вводится, у нас, по-моему, это еще куча проблем. Мы благоустроим город не для жителей, а к какой-то дате, там, ко дню города, там, еще каким-то вещам. К выборам. К выборам. То есть у нас нет четкой стратегии, кто должен на первом месте быть. Кто-то там, жители, они просят тротуары, другие просят, там, наоборот, там, всех пешеходов под землю. А от города нет четкой позиции, кто, ну, пешеход на первом месте, общественный транспорт или, там, эти же велосипедисты, да. Я с вами в корне согласен, что велосипедизация, это не спорт. Велосипедизация средства передвижения довольно, как бы, правильно, да, даже в нашем климате. Согласен или не согласен? Нет, согласен. А я сказала, что это спорт? Да, в плане подхода, как бы, ну... Нет, я не сказала, что это спорт. Велосипедизация средства, это должно двигаться не федерацией, там, кого-то велоспорта, это должно двигаться, в принципе, людям, которым удобно передвигаться, да. Это должно быть записано стратегии. Но ведь это неплохо, потому что и федерацией... И раз такой стратегии нету, то, соответственно, понятно, что у нас после каждых выборов, как бы, все дует в какую сторону, да, то есть, то, что говорили, ну... Вот это Юлина сравнение, которое она нам так же выписала вначале, падает между двух стульев, вот оно везде у нас падает между двух стульев, вечно. Так, на самом деле, ну, а что мы хотим от чиновников, если у нас, действительно, как бы, ну, чиновники, которые, на самом деле, работают, ну, по низам, да, потому что они ждут, ну, вот, что скажет следующая глава, что скажет там следующий, там, зам, еще что-то. А от них нет... От двумя, просто выстроить нас четкую стратегию. Кто на первом месте во всех вот этих же законах, вот там, правилам благоустройства. Потому что у нас сейчас, на мой взгляд, правила благоустройства больше всего хромают от тех, кто этим благоустройством занимается. Вот вы знаете, друзья, я так хочу поспорить. С вами. Давайте после перерыва. После перерыва. Да. Продолжается наше общение с Анатолием Курбатовым, Константином Кропуниевым и Светланой Занько. Давайте перейдем все-таки к парку Дворца пионеров, как мы его привыкли уже называть. Подведем некие итоги. Напомним, сколько усилий, сколько времени было потрачено. И вообще, что такое, да, проект «Больше, чем парк»? И статус «Квона» сегодняшний день. Удается ли вам попасть в федеральную программу по благоустройству? Ну, давайте так. У любого проекта, чтобы он был как-то... У нас есть дизайнер СРУСИ, который говорит, долго, дорого и очень хорошо. У нас, получается, мы хотим сделать очень хорошо, поэтому у нас это все долго. Соответственно, движение есть. В этом году мы провели конкурс. У нас победила концепция. Члены жюри, которые собирались, не смогли выбрать однозначно эту концепцию победителя. Мы выбрали ту, на основе которой все должно дорабатываться, и в нее вписать элементы из концепции других проектировщиков, авторов, архитекторов. То есть некой все-таки симбиоз вы решили сделать? Мы взяли проект Анны Беляевой из Петербурга, вписывая в нее сейчас трассу от Дюшор-3, которая там занимается, вписываем туда мосты от архитектора Нагаева, видовую смотровую площадку от Гиполова и там еще какие-то два элемента. И вот, когда это все будет вписано, правительство ждет от нас концепцию, по которой они закажут проекты и которые уже будут там искать финансирование. Областное правительство. Да, они ждут месяца полтора. Пинают, но у нас пока довольно все медленно. То есть с выборами ничего не изменилось? Вы у них на виду, по-прежнему? Не знаю, я вообще эту историю никак с выборами не связываю. Как бы она началась еще там не знаю когда, там уже столько воды утекло. Мы, в принципе, и с самого начала никак на это не оглядывались, просто делали потихонечку, шли. И вот, идем дальше. Сейчас от вас все зависит, да, когда вы сдадите свою работу. Ну, у нас просто тут, я сам немножко выпал из городской жизни, там, последние месяца три практически не было в городе. Ну, и плюс последнее, когда у нас все было готово, проектировщики, которые готовы заниматься этим бесплатно, так все-таки. Ну, не то, что бесплатно, мы закинали не сильно большие деньги. У них были отпуска, и вот они только переехали в прошлый вторник. И я им все отдал в работу. Ждем. Ждем, когда будут готовы, и там дальше реализуем. Сейчас какие сроки себе ставить? Ну, я все жду, что все должно быть готово вчера, как обычно. У меня с этим, как бы, такие отношения. Напомните, какие объекты появились в этом году в парке Дворца Пионеров? Ну, мы просто доставили скамейки, которые у них хватало. Да, да. Ну, надо отдать должное директору Дворца Пионеров, Жане Валерьевне Родегиной. Она прям очень так хорошо взялась за парк, потому что вот то, что не хватает в городе, да, в нашем, там, условного хозяина. В парке есть этот хозяин, величество директора, потому что буквально недели три назад в пятницу или в субботу вечером там разбили светильники у входа, у входной группы два светильника, а во вторник не стояли уже на месте. И народ, который там гуляет, у него было ощущение, что как бы тут можно бить светильники. Да, и то есть вот такие вещи, они маленькие, да, вроде не сильно заметны, но они очень сильно влияют на самом деле на территорию. Вот мы тут уже провели субботник в конце сентября. Я специально даже приезжал в город в субботу. Там вышло, опять же, господинка распределения, который рядом живет, Маяковская фирма, потом местные там библиотеки. Мы начали приводить в порядок заросли Боярышника, там еще каких-то кустов. Мы прямо делаем их прямоугольники, деревья, которые выходят немножко... То есть обрезкой занимаетесь такой красивой. То есть еще город там не бил, условно субботники, да, там как это обычно делается. Мы уже, ну не оглядываясь как бы на общие какие-то вещи, мы делаем свое дело, то есть потихонечку приводим, чем можем в порядок. То есть мы во главе как бы с директором дворца арминиров и с главой террорупления, а местной, там, центра местной активности. А это все происходит на партнерские деньги? Это все происходит, да, на свои деньги. Партнерские и свои, это, видимо, разные вещи. Ну, партнерские, я имею в виду бизнес-партнеров. Я знаю, что Анатолий назвал и «Газпром» газораспределение, и фирму «Маяковская». Дмитрий Сергеев тоже очень активно занимается. Там все просто, просто эти люди, «Газпром», «Газпределение» у них находится офис на Пугачево рядом, они считают парк своей территорией ближайшей. У Дмитрия Валерьевича ходит дочка заниматься во дворец пионеров, у меня тоже та дочка ходит заниматься. Центр местной активности, он территориально там расположен. Там управляющая компания Ленинского района еще, там в рамках двух заместителей присутствуют. Библиотекам номер три. То есть, это те люди, которые в этом районе живут, и как-то у нас получилось как-то общую цель найти. Ну и, собственно, мы там собираемся, раз в какой-то промежуток времени у нас общественный совет, и на этом совете мы решаем, в том числе, дела по парку, ну и в том числе, как бы, по нему субботников мы какие-то мероприятия проводим. Там, это же вот Масленицу в том году проводили, там с сжиганием чучела, по-моему, это единственное, по-моему, в Герии, где кому разрешили сжигать чучела, у нас там было такое настоящее, с ленточками совсем. По весне мы проводили субботник с пловом, у нас там была диаспора, которая готовила плов, и мы напылили всех чаем, у нас была музыка, то есть мы пытаемся делать такие правильные вещи, проявить их, ну, на самом деле, без взглядки вот на какие-то такие местные вещи, мы пытаемся подключить лучше практики даже, мы тоже из средних регионов, там, из других стран, которые, мы считаем, должны быть здесь, но как это получится, не получится, время покажет, пока получается, не так хорошо, как хотелось бы, но получается. А планы еще более насыщеннее сделать жизнь в парке, вокруг парка? — Привести его просто в порядок, и когда его приведешь, привести в порядок, чтобы он начал зарабатывать деньги, на сам себя содержать, и, соответственно, потому что сейчас на территории денег выделяется совершенно недостаточно, чем надо, да, там. — Как может парк зарабатывать на себя деньги? — Там уже проводить мероприятия различные, компании. — Сдавать в аренду? — Ну да, то есть, да, как сам парк, да. — Как торговую точку, мы об этом говорили, да, что... — Вот этому надо учиться, Юль, вот этому надо учиться, как раз... — Вот насколько я посмотрю, в соседние регионы, да, вот это уже Казань... — Простите, я сейчас произнес слово «торговая точка». Многие, наверное, могли меня неправильно понять. Я имею в виду сезонную торговлю, у нас планы прохладительными напитками, мороженым... — Никто не собирается строить торговую... — На самом деле, после того, как мы там сделали скамейки, там народ довольно... Ну и освещение, просто ведь по вечерам есть, там, в принципе, сейчас уже есть кое-какая-то торговля, хотя немножко причина, они у входа делают. Вот сейчас почти на каждом... Все выходные, да и довольно часто по вечерам приходят лошадки и пони, катают детей, какие-то вот такие маленькие бизнесы, ну... — Ну, то есть, там уже жизнь началась, да? — Ну, она как бы и была, была, ну, может и не была, не знаю, я... Я переехал туда четыре года назад, ну, пять уже, наверное, да, и просто там... — Как Курватов переехал, так и началось. — Нет, я бы это не знал. — Было бы ничего. — Слушайте, подождите, три минуты осталось у нас, давайте про реки поговорим. — А что про них говорить? Они текут, да, Константин? — Да, действительно текут. — С переменным успехом. — Слава Богу. — Единственное, что хотелось бы добавить, что немножко ситуация задвинулась с мёртвой точки, действительно, и на уровне области были заявления, что нужно что-то с реками, которые находятся на территории города Кирова, менять, приводить их в порядок. И летом было постановление подписано господином Перескоковым по созданию ленточного парка по реке Хлыновке от 2-го опытного переулка до устья реки. Единственное, что, опять же, хотелось бы сказать, очень не хватает коммуникаций. Потому что вроде бы что-то делается, а в какие это сроки будет делаться, и главное, как это будет реализовываться, по большому счёту никто не знает. А надо же понимать, что вот эта же, допустим, федеральная программа по созданию комфортной окружающей городской среды, она же рассчитана на 5 лет. И было бы очень интересно понимать, в какие периоды, какие, допустим, объекты будут реализованы. Потому что, допустим, на этом же, на примере Кочаровского парка, мы видим, что появились какие-то деньги, быстро что-то сделали. А по большому счёту, действительно, каждый проект нужно прорабатывать в течение нескольких лет. И самое-то главное, надо проработки этих проектов привлекать как независимых специалистов, так и общественность. Потому что вот эти же архитекторы на Западе, они до 70% времени в период создания проекта, они работают над тем, что пытаются собрать мнение жителей. Работают с населением. Да, работают с населением, пытаются понять, что же конкретно нужно жителям. Я вот это тебя поддержу, потому что буквально приехала, когда из отпуска буквально на прошлой неделе, ребята из Самары звонили. Вы помните, мы тут не раз приводили в пример КБ-Стрелка, который там в Москве разрабатывает всё. КБ-Стрелка в первом провинциальном городе в Самаре, в Самаре же, по-моему, да? Или Саратов. Или Саратов. По-моему, в Самаре. Значит, эту самую привокзальную площадь экспериментировали, показывали жителям, как это можно. Саратов. Саратов, значит. Значит, Саратов. И там поднялась прямо целая волна возмущения, поддержанная, кстати, коллегами-журналистами. Они прямо заголовками такими бросались, что нас, значит, используют как подопытных тут, подопытные, значит, город. Ла-ла-ла-ла-ла. И тогда меня спрашивали, а вы, говорят, там Стрелку очень ждёте. Да нет. Нас никто не знает из людей, что такое Стрелка вообще. Но мало того, у нас люди не знают, что вообще собирается делать город, что город делает в твоём конкретном дворе. Ничего. Поэтому 70% работы с населением информационной – это самое важное. Ребят, даже если сейчас нам ухнут денег в Кировской области, в город Киров, подарят нам Стрелку в виде специалистов, кучу классных проектов и начнут реализовывать, не значит, что мы, жители, зааплодируем в ладошки, потому что мы не понимаем, а что вы, ребята, делаете-то такое. А вдруг вы что-то делаете такое нехорошее, что оно грозит нехорошими вещами. Поэтому, конечно, вот ещё раз возвращаюсь к Ковалёвой. Мне нравится её заявление, что нужно быть открытыми, нужно общаться, нужно обсуждать много-много-много. И всё равно, как бы там, кому ни казалось, вот этот координационный совет, рабочая группа, урбанистическая, что угодно, но это ядро, где будут собраны самые говорливые, вот как мы там, да, которые продвигают там, и люди из центров местной активности, они должны там присутствовать, потому что они являются распространителями информации, да, между соседями, между горожанами. Я надеюсь, что в эту сторону и новый губернатор, и новый мэр повернутся, и всё это дело состоится, потому что это и заставит проекты двигаться быстрее, и не вызовет сопротивление населения, а только поддержку, синергетический эффект. И, надеюсь, тогда мы с вами веселее проведём там итоги следующего года, когда будем прямо говорить, смотри, как здесь у нас тут расцвелут, там у нас построены реки. Подожди, мы ещё по итогам этого года что-нибудь придумаем, потому что у нас ещё проекты есть неосвещенные, квартал 119. Я думаю, надо поговорить, собственно, на каком этапе там дело сейчас обстоит. Ну, видимо, в следующий раз мы это всё сделаем, да, нам уже пора закругляться, это дневной разворот. Обсуждали мы здесь общественные проекты по благоустройству города Кирова, подводили итоги сезона со Светланой Занько, нашим главным редактором, и членом Общественной палаты Кировской области Константином Кропуневым, исполнительным директором компании «Ажио» и Константин у нас «Захлыновку» и «Люльченко» отвечает, и Анатолием Курбатовым, координатором движения «Красивый Киров». Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...